МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятничный эфир первого дня зимы продолжит программа Котласского объединения телевещания. В студии Александр Завин. Здравствуйте! Вместе мы сможем большее. Сегодня в Котласе стартовала декада инвалидов. Старт ей дал фестиваль «Крылья души». Фестиваль творчества инвалидов «Крылья души» прошел сегодня под девизом «Мы такие же, как вы, только чуть сильнее». Его участники – люди с ограничениями в здоровье, которым повезло найти отдушину в различных видах искусства. Для каждого выход на сцену – это преодоление себя и своего недуга. Кто-то рисует, кто-то поет, кто-то красиво читает стихи. У каждого душа поет по-своему. И у каждого свои крылья. Подробнее о фестивале «Крылья души» мы расскажем в понедельник 4 декабря. Сегодня наступила календарная зима. Вместе с новым сезоном вступает силу и нововведения в законодательстве. Сегодня стекает срок уплаты физлицами налога на имущество и земельного налога за прошлый год. При этом время, в течение которого можно подать заявление о возврате излишне взысканных платежей, увеличивается с одного месяца до трех лет. Также в конце декабря транспортный налог будет исчисляться по новым ставкам. С декабря будут организованы предрейсовые проверки технического состояния автобусов. Контроль коснется организации индивидуальных предпринимателей. Проверять работоспособность всех систем, включая тормозную и рулевую, будут специальные контролеры. Учет прохождения предрейсового контроля будет вестись в специальном журнале. С этого дня начнут штрафовать водители, поменявших резину на шипованную зимнюю, но не наклеивших на свое транспортное средство соответствующий знак. Кроме того, участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Минстрой России представил методику расчета стоимости работ по капремонту, на основании которой все регионы к декабрю 2017-го должны были провести перерасчет. На рынке строящейся недвижимости тоже изменения. С этого дня строительные компании должны будут указывать в Федеральной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров. Сюда войдут расходы на материалы, оборудование, использование строительной техники, грузоперевозок и труда рабочих. По традиции в декабре агентство записи актов гражданского состояния Аркангельской области проводит Дни открытых дверей. В 2017-м мероприятие выпало на второе число. В эту субботу специалисты всех территориальных отделов проведут консультации по вопросам семейного законодательства, дадут практические советы по составлению генеалогического древа, организуют экскурсии и беседы для учащихся образовательных учреждений, расскажут о возможности проведения в ЗАГСе торжества в честь юбилея совместной жизни и многое другое. В некоторых районах в течение всего дня будут работать телефоны горячей линии по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния. В это воскресенье поздравления с профессиональным праздником будут принимать юристы. Дата в календаре была выбрана не случайно. Считается, что именно в этот день, в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной реформы. Прямое отношение к празднику имеет героиня нашей рубрики «Котлас в лицах» – Ксения Ашуткина. С августа этого года она судья по гражданским делам. Ксения Ашуткина еще с детства знала, кем станет в этой жизни. Ее папа Александр Валентинович Михалев больше 10 лет работал судьей, в том числе по уголовным делам. На его процессах и произошло первое знакомство Ксюши с особенностями профессии. Он пускал нас даже с моими друзьями, даже в уголовные процессы, с участием осужденных, в том числе, которые содержались под стражей в этот момент. И мы присутствовали на этих процессах, видели, как это все происходит. Причем это была действительно начальная школа, то есть нам наглядно показывали, что хорошо, что плохо. Походы к папе на работу, семейные обсуждения громких или заковыристых дел. Обладая врожденным чувством справедливости, Ксюша просто не могла не выбрать юриспруденцию. После школы окончила Российскую академию правосудия в Москве. И, несмотря на заманчивые предложения, вернулась в родной Котлас уже дипломированным специалистом. Городской суд – ее первое и единственное место работы. Мечта быть на главных ролях в органах правосудия сбылась в этом году. Ксения Ашуткина теперь судья по гражданским делам. Объем работы, трудность работы и трудность принятия решения, большой умственный труд ежедневный – это минусы профессии. Но все эти минусы, они покрываются одним плюсом – то, что можно все-таки где-то добиться справедливости там, где без тебя ее не добиться никаким больше способом. Знать в совершенстве законодательные нормы, изучать материалы производства, определять виновного и выносить справедливый приговор. Профессия судьи – одна из самых сложных, но для Ксении Ашуткиной лучше ее нет. Когда чувствуешь полезность своего труда, работа всегда в радость. Редакция Котловского объединения «Телевещание» принимает вопросы для профессионального юриста. Рубрика с его участием с ноября станет постоянной и будет выходить один раз в неделю в программе новостей. Получить бесплатную юридическую консультацию можно, задав свой вопрос по телефону 8 921 290 98 71. Или оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. А сейчас представляем вашему вниманию вторую часть проекта «Диалог с городом», где ответы на вопросы Котлашан дает глава муниципального образования Андрей Бральнин. «Диалог с городом» Андрей Владимирович, к нам по-прежнему в редакцию продолжают обращаться жители. Давайте посмотрим очередной видео вопрос от Натальи Мариевой. Внимание на экран. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Меня зовут Наталья Мариева. Я учитель начальной класса в школе номер 76. В нашем городе явно не хватает школ. Количество детей растет, классы переполнены. И мы учимся в две смены. Это не очень хорошо ни для учителей, ни для родителей, ни для учащихся. И хочется знать, будет ли у нас построена новая школа и когда. Да, очень важный вопрос. Мы на самом деле уже этим вопросом два года занимаемся. С текущего года, но и самая активная фаза начнется в следующем году, заработала федеральная программа по строительству школ в муниципальных образованиях. Мы уже на протяжении двух лет занимались подготовкой проектно-сметной документации по строительству новой школы в Южном микрорайоне. Это место рядом с Южной котельной, вот в седьмом квартале. Сейчас как раз застраиваемый район, который называется... Да, он сегодня, наверное, наиболее такой заселенный, особенно молодыми семьями, потому что вот эти новостройки, которые появились, в основном, ну, большей части покупались именно молодежи, да, и молодыми семьями. И поэтому вот две наши школы, это седьмая и вторая школы, они сегодня действительно очень востребованы, переполнены, по пять первых классов открываются, и чувствуется такой подпор, знаете, вот первоклассик. Это, конечно, с одной стороны здорово, но с другой стороны, это все равно определенный дискомфорт, когда переполнены школы. Поэтому для нас это вот приоритетный, важный объект. Мы закончили прохождение экспертизы. Сейчас мы должны попасть в областную программу, и когда будет распределение средств, мы, конечно же, будем добиваться того, чтобы и на наш объект тоже средства были выделены. Вот, причем хотел бы добавить, буквально на прошлой неделе у меня была встреча с губернатором Игорем Анатольевичем Орловым. Мы проговаривали этот вопрос. Он понимает и знает о нашей проблеме, поддерживает, и пообещал при, опять же, решении вопроса по денежным средствам нам оказать поддержку. Поэтому я очень надеюсь, что со следующего, либо с 2019 года строительство школы мы начнем. Но там вопрос, конечно, связан еще с финансированием, потому что объект более 800 миллионов рублей. То есть это очень серьезный затратный объект, и понятно, что без федеральных денег, без областных средств нам такой объект не осилить. Поэтому здесь будет тоже важно. Причем многие территории, многие города и населенные пункты Архангельской области тоже участвуют в этом, поэтому тут еще будет определенная конкуренция. Но, опять же, там же отсоединены по степени готовности, если есть проектно-сметная документация. Да, это один момент. И второй момент, будут еще очень важны показатели, это вот как раз наличие второй смены и именно востребованность школы на территории. Потому что были ситуации, когда долгострою строили, например, школы, в каком-то небольшом населенном пункте, там молодежь уезжает, и когда школу построили, это школу уже некому ходить. Поэтому это тоже очень важный показатель. Вот здесь мы стоим в приоритете. Слушай, у нас есть еще один видео вопрос от жителей Котласа, он касается льгот. Давайте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Лидия Павловна. У меня такой вопрос. Какие льготы за счет бюджета будут предоставлены в 2018 году малообеспеченным семьям? Спасибо. Да, хороший вопрос. Что касается малообеспеченных семей, есть разные уровни поддержки, есть региональные, федеральные, но и на местном уровне тоже есть мера поддержки в виде оплаты питания в наших школах-садах. Поэтому мы вот этот вопрос с коллегами, когда формировали бюджет, тоже обсуждали, обратили внимание, что мы уже несколько лет не индексировали питание, поэтому на 50% стоимость питания детей в школах как раз из малообеспеченных семей, с 20 до 30 рублей мы поднимаем. Вот это опять же ложится на расходы местного бюджета. Мы проиндексировали расходы на питание детей с инвалидностью. Традиционно у нас сохранены льготы по помывке в бане, по проезду в летний период на даче, более 800 тысяч рублей. То есть вот эти льготы мы все сохраним. То есть вот все льготы, которые у нас были, мы ни одну льготу не затронули. Единственное, что мы сделали, их только проиндексировали. Да, и еще у нас несколько лет уже работает льгота по проезду на лечение людей, которые имеют онкологические заболевания. Мы тоже эту сумму, видя как идет спрос на вот эти суммы, то есть мы тоже ее увеличили. Ну это опять же говорит как раз о социальной ориентировании бюджета Котласа. Андрей Владимирович, еще одно видеообращение, на этот раз уже коллективное, от жителей ТИЗОВ. Уже несколько лет люди жалуются на то, что там нет дорог и нет освещения. Давайте посмотрим. Я Дурягина Татьяна Федоровна. Обращаемся мы от имени всех ТИЗОВ. Вечером невозможно пройти. Почему? Потому что не очищено, грязюка, ямы, и еще не освещено. До каких пор мы будем жить в таком состоянии? Да, действительно, вот эта проблема, о которой говорят жители ТИЗОВ, она нам известна. Мы на самом деле занимаемся этим вопросом. Но есть определенные сложности, которые я все-таки озвучу, потому что вот эта улица Соловьинная, во-первых, мы провели работу, чтобы все-таки взять ее на баланс, потому что в свое время, ну, она так сформировалась, но на балансе не было. Мы ее взяли на баланс. Второй момент. Мы провели туда освещение. Сделали, хотя бы в настилах, но тем не менее сделали тротуар. Я понимаю, что это не то, что хотелось бы, но тем не менее. На следующий год мы заложили средства на то, чтобы ее сделать подсыпку, мы ее отгредируем, хотя бы вот в таком исполнении. Сложность там в чем возникает? В том, что вдоль этой улицы проложены, по обоим сторонам, проложены кабеля, сети. И для того, чтобы по-хорошему отремонтировать, вот, казалось бы, небольшой участок, на сегодня требует очень больших вложений. Но мы все равно эту работу продолжим. В грунте мы ее постараемся содержать. Что касается очистки, вот сейчас подморозит, в общем-то уже погода такая стала более морозная. Соответственно, мы сразу и отгредируем для того, чтобы сделать проезд нормальным. Но весной будут проблемы, и мы об этом, естественно, знаем и понимаем. Мы системно занимаемся ремонтом улицы Ушинского. Сейчас мы сделали выезд на Восточное шоссе. То есть, вот, в принципе, там доступно сесть. Понятно, что это более короткий путь, для них более удобный. И мы, зная об этой проблеме, все равно будем этим участком заниматься в следующем году. Следующий видео вопрос у нас также коснется ремонта дорог. Он поступил от жителей Антонова. Внимание на экран. Я Дудников Николай Александрович. Обращаемся по поводу дороги в деревне Антонова по адресу Антоновская 1, Флигель 1. Обращались мы к Нарицыну, к Рогатых, и никаких сдвигов. Обещали дорогу сделать в 2016 году. Кончается 2017 год. Весной и осенью там вообще на легковой машине не проехать к дому. Не знаем, как подъезжать. А сейчас вообще не чистят. Сегодня не могли попасть в дому. Сделана бровка. Да, это вопрос, в общем-то, по той же ситуации. У нас очень много дорог в частном секторе, которые сегодня требуют просто ремонта. То есть это дороги, которые в свое время просто сформировались, люди ездят, там, понятно, ямы и так далее. Вот эти участки, которые в частном секторе, всегда рассматриваем коллегиально. Поскольку запрос очень большой, мы тоже определяем приоритеты. То есть где больше жителей живут, да, там, может быть, есть общественный транспорт. То есть вот эти показатели тоже важны, потому что, понятно, что к каждому дому подъехать, что хотелось бы, но для этого нужны большие деньги. В текучем содержании, здесь, конечно, для того, чтобы мы везде успевали, нужно иногда просто проявлять инициативу, звонить, в том числе, в управлении городского хозяйства, мы берем на контроль и по возможности сразу чистим. Потому что служба благоустройства, в первую очередь, нужно тоже понять, потому что, если, предположим, проходит снегопад массивно, их задача, в первую очередь, обеспечить проезды к учреждениям, общественный транспорт, центральные улицы, там, где основное движение, и потом уже, вторым этапом, они идут по расчистке дорог в частном секторе, ну и в других микрорайонах. Поэтому здесь надо тоже с пониманием относиться, но тем не менее, мы вот по индивидуальным заявкам тоже отрабатываем. Вот эту улицу мы тоже возьмем на контроль. Я бы рекомендовал, наверное, еще жителям вот по таким ситуациям тоже активно участвовать в процессе обсуждения и распределения средств на благоустройство, подключать депутатов городского собрания. Не то, что там Норицын или Рогатых не хочет сделать эту дорогу. Это совершенно не так. Просто везде нужны ресурсы. И они вот под те деньги, которые выделяются управлению городского хозяйства, определяя приоритеты, проводят ремонт. Нам бы тоже очень хотелось сделать сразу все дороги, но это просто невозможно. То есть помимо того, что они могут обратиться в управление городского хозяйства, в тот же общественный совет, который, я думаю, что раз он создан из активистов микрорайона, этих людей они знают, может быть даже в какой-то мере даже проще с ними будет работать и обозначить свою проблему. Да, вы совершенно правы, потому что у нас по многим микрорайонам уже работают общественные советы. Это такая реальная сила, реальный орган общественный, который может влиять на принятие решений, в том числе по распределению средств. Поэтому плюс подключайте депутатов, соответственно вместе, я думаю, что со временем эта проблема тоже будет решена. Андрей Владимирович, сегодня, когда у нас продолжают дорожать некоторые виды товаров, услуг, как никогда актуальным остается вопрос о повышении заработной платы. Как у нас обстоят с этим дела в Кутласе? Я отвечаю на ваш вопрос, буду отвечать на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, потому что предприятия и организации самостоятельно принимают решения. Действительно, это очень важный вопрос, и это один из приоритетов, которые мы ставим перед собой, формируя каждый новый бюджет. Потому что безусловная своевременная оплата работников бюджетной сферы это просто задача номер один для нас. Мы на протяжении многих лет, исполняя указы президента от 2012 года, поступательно повышаем заработную плату по отраслям. В первую очередь, это было сделано в системе образования, здравоохранения. Сейчас активно, особенно этот год, мы подтягиваем заработную плату работников дополнительного образования, работников культуры. На это даже нам в этом году оказывают помощь в вышестоящих бюджетах. Но понятно, что каждое повышение это в следующем году уже более значительные расходы. Тем не менее, для нас это приоритет. В следующем году в общей сложности на повышение заработной платы мы направляем более 100 миллионов рублей. Из них 43 миллиона дополнительно мы будем выделять из местного бюджета. Это действительно серьезная нагрузка когда мы рассматриваем расходы. То есть деньги на заработную плату это очень важное направление, но мы его выполняем. Мы в соответствии с указами президента довели до необходимых показателей по средней заработной плате по экономике, которая в следующем году уже составит 37 тысяч рублей работников бюджетной сферы по категориям определенным. То есть всю ту планку, которую нам задает правительство Российской Федерации, мы ее безусловно выполняем. Но есть категории, которые не подпадают под указы и в следующем году было принято на региональном уровне общий подход по индексации фондов оплаты труда на 4%. Это вот как раз работникам, которые не подпадают под указы, ну и плюс также заработная плата работников органов местного самоуправления. Мы это все заложили в бюджете, то есть это будет тоже сделано. Поэтому в следующем году индексация уже будет идти в тех объемах, которые я озвучил. Андрей Владимирович, спасибо Вам за развернутые ответы на наши вопросы. Спасибо Вам и спасибо нашим землякам, телезрителям за те вопросы, которые они направляют через Вас. Ну и мы, конечно же, будем стараться все обращения, которые к нам поступают, держать на контроле и по возможности, в первую очередь, финансовым, будем их решать. И как Вы уже поняли, наш диалог с городом не заканчивается. Мы обязательно продолжим подобные беседы. И следующее будет уже в конце декабря. Поэтому пишите и звоните в редакцию телеканала Котлас ТВ и Котласского объединения телевещания. Все контакты сейчас на экране. До новых встреч. На сегодня все. Далее блок полезной информации и прогноз погоды. Смотрите нас каждый будний день на РЕН-ТВ вечером в 19.00 и на следующий день в 7 утра и в 12.30 дня. В телепроекте «Регион-29» на канале «Правда Севера» программа Котласского объединения телевещания выходит сегодня в 21.15 с утренним повтором в 9.15. Смотреть наши новости также можно в сети Ростелеком и в группе ВКонтакте. Это около 1 миллиона абонентов по всей Архангельской области. Также мы всегда рады вам в нашей редакции на Ленина 60. Напоминаем, телефон 8-921-080-0045. Приятных вам выходных! Котласский дворец культуры приглашает продавцов и производителей продовольственных и промышленных товаров, плодово-ягодных сельскохозяйственных культур и товаров народного промысла к участию в универсальной новогодней ярмарке, которая пройдет 23 и 24 декабря на территории Котласского дворца культуры. Котласский театр драмы приглашает 1, 2 и 9 декабря на комедию по пьесе Фан Визина «Недоросль». Яркие образы высмеивания, невежества и невоспитанности, осуждения произвола и жестокости, борьба выгоды и истинной любви на сцене Котласского драматического театра. Не пропустите 1, 2 и 9 декабря в 18 часов. Новый год не за горами. Подготовьтесь вместе с нами. Загрузите вы для нас фото, видео, калаш. Принимаем поздравления, костюмы, сценки и стихи, кулинарные рецепты и поделки всей семьи. Ваш домашний друг собака озорная забияка символ года, так что он для победы компаньон. Котлашани, ваш черед. Встретим вместе Новый год. Все фото и видеоматериалы загружайте в группу ВКонтакте «Талантливый Котлас». Справки по телефону 8 921 08 3045. Котловский дворец культуры приглашает 3 декабря в 17 часов на спектакль «Ты мне, я себе». С участием народного артиста России Александра Панкратова-Черного зрителя ожидает невероятный драматургический поворот, который наверняка его удивит. Билеты уже в продаже. С 29 ноября по 3 декабря в отделе Ирена торгового центра «Фрегат 2-го этаж» «Ликвидация товара». Скидки на все от 10 до 50%. Доброе время и суток. О погоде на ближайшие дни расскажу вам я, Елена Милаева. Наш прогноз выходит при поддержке Медицинского диагностического центра «Просвет». Даже легкие нагрузки могут привести к длительному лечению и ограничению движений. МРТ позволяет врачам получать сведения о состоянии костных и мягких тканей позвоночника, изображении спинного мозга, позвонков и пространства между ними, информацию о наличии опухолевых процессов. Сегодня МРТ эффективнее других методов исследования позвоночника. Исключите патологии в диагностическом центре «Просвет». Записи подробностей по телефону и на сайте. Лунный календарь предупреждает, ваши мечты исполняются только тогда, когда вы идете к ним навстречу. Если вы решили сделать ремонт, то первый шаг к идеальному жилью вам может сделать магазин строительных и отделочек материалов «Макси-дом» и его новая технология. Как будет выглядеть ванная комната после ремонта? Посмотри уже сейчас! Новый уровень проектирования интерьера в «Макси-доме». Совершенно бесплатно. Теперь вы сможете не только создать уникальный дизайн, но и увидеть его в шлеме 3D-реальности. Подготовка проекта в течение 10 минут. Раскладка текстур в реальном времени. Мгновенные изменения и обновления дизайна по вашему желанию. Интерьер с любой плиткой и даже из других магазинов. В «Макси-доме» все с умом. В ближайшие дни в Котласе будет пасмурная, но теплая погода. Температура воздуха днем от минус 2 до 0 градусов. Ночью столбик термометра отпустится незначительно. Атмосферное давление чуть выше нормы. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Спонсор одежды ведущего магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрэгат» – второй этаж. Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы на одном дыхании вновь дадим дельные советы, которые помогут сложной ситуации сделать простыми и поговорим на волнующие темы. А волноваться, поверьте, есть из-за чего. В России вырос спрос на займы до зарплаты. Число тех, кто берет микрокредиты, за последние полтора года увеличилось более чем на треть. А средняя сумма займа выросла на 10%. Статистика Национального бюро кредитных историй настораживает. Займы в микрофинансовых организациях и кредитных кооперативах сегодня имеют почти 3 миллиона россиян. И хотя средний размер займа сравнительно небольшой, 10 тысяч, проценты по нему по-прежнему дикие, до 800% годовых и выше. Доверяют ли северяне микрофинансовым организациям и берут ли вообще кредиты? Узнаем из первых уст. Доверяете ли вы микрофинансовым организациям или кредитным кооперативам? Я в мазуту не ползу. А берете ли вы кредиты? Не, не, нет, ребятки, вы что, что, что? Даже слышать-то не хочу. Как вы думаете, можно ли прожить без кредита? Ну, кому-то, наверное, нельзя. Кредит – это хорошо или плохо? Ну, я считаю, что да, это хорошо, это стимулирует экономику. Ну, если на какие-то цели определенные берешь. А займы – это хорошо или плохо? Займы – это вообще ужас. Лучше не брать вообще в этих займах. Конечно, ситуации бывают разные. Порой деньги действительно нужны срочно. На лечение, ремонт в квартире или, например, дорогостоящие покупки. Тем более сейчас, перед Новым годом, планов всегда много. Но иногда бывает так, что планы и мечты расходятся с возможностями. В таких случаях эксперты рекомендуют обходить стороной сомнительной организации однодневки с кричащими вывесками и обратиться за деньгами в банк, оформив потребительский кредит. Данный продукт является одним из самых востребованных на рынке банковских услуг. Сегодня его можно взять на любые цели – купить новый телевизор, сыграть в свадьбу, отправиться в путешествие или заплатить за учебу в университете. Сумму и срок кредита можно выбрать индивидуально в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей. Отчитываться перед банком потратил деньги – не нужно. Самый животрепещущий вопрос, которым задается каждый, кто собирается брать кредит в банке – «Какой у меня будет процентная ставка?» Сегодня их бывает два вида – фиксированные и плавающие. Это те самые от и до. А вот какой границе ставка будет ближе, минимальной или максимальной, зависит от разных факторов ваших доходов, кредитной истории, наличия или отсутствия поручителя. Но даже самая высокая ставка по потребительскому кредиту в разы меньше тех, что предлагают микрофинансовые организации. А в преддверии новогодних праздников ставки в банки, как правило, становятся еще ниже в рамках специальных предложений. Важный нюанс, на который многие скорее по незнанию не обращают внимания – банки указывают годовые процентные ставки, в то время как микрофинансовые организации проценты за каждые сутки пользования займом. С виду они кажутся более привлекательными, но стоит только начать расчет. Еще один миф, который мы хотим развеять – это то, что потребительский кредит в банке сложно оформить. На самом деле это не так. Требуется минимальный пакет документов и количество времени. А если вы являетесь зарплатным клиентом, то есть получаете заработную плату на карту Сбербанка, то достаточно для оформления заявки только паспорта. И решение по потребительскому кредиту придет в течение двух часов. Подать заявку на потребительский кредит сегодня можно не посещая банк через его официальный сайт или Сбербанк онлайн, в том числе мобильное приложение. Для получения денег также не потребуется идти в офис, они будут зачислены сразу на карту. Важное преимущество потребительского кредита над микрозаймами – возможность оформить страховку. Она гарантирует полную финансовую защиту от непредвиденных обстоятельств, связанных, например, с потерей работы или проблемами со здоровьем. Страховка является добровольной и не влияет на размер процентной ставки по кредиту. На этом на сегодня все. Я надеюсь, что информация, о которой мы с вами поделились, стала для вас полезной. Теперь вы точно знаете, что любую мечту можно исполнить. Главное – грамотно и разумно подойти к источнику финансирования. Всего доброго и до встречи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло! Сегодня. Хорошо. Хорошо. Мам, я одета. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...